Большинство карты не имеют. Тебе понравится. Это всегда пригодится. Покупай товары. Я спешу за ним, но проклятые озерам вечны. Я послал гонца в жилу, нужно всем сообщить. Если тебе или племени что-то понадобится для её похорон, ты только скажи. Это всё ещё успеется. Элой. Рад тебя видеть. Я в растерянности. Элой. Найти Дервала. Вроде он говорил что-то про небо в дыму. Расскажи, что ты нашла? Письмо. О том, что на местный склад отправили партию Огнежара. Только адресат не Дервал. А некий Эйлунд Кузнец вам это ни о чём не говорит? Звучит знакомо. Да, домовладелец. Озерам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю Плоскогорье, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Соберу бойцов. Я иду туда. Эрен, стой. Твоё племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай, это приказ. Элой, пару слов. Можно? Эренд не стал рассказывать подробности о гибели Эрзы. Что вполне понятно. Но только дело в том, что я теперь не могу ни о чём другом думать. Ты была там. Она мучилась? Теперь не она мучается, а вы. Вы не успели с ней попрощаться. Это так очевидно? Ты права. Я думаю о своей боли, как и о её. Есть лишь один способ унять эту боль. Разыщи Дервала и доставь сюда. Клянусь, он за всё ответит. Есть минутка поговорить со моими белосами? Эй, дюжи и приключенцы! Желательно без друзей и родных. Но сойдут любые. Вот склад. Ты здесь Дервал? У нас для тебя сюрприз! Или у него для нас. Это бомба? Да, это бомба. Какая-то маленькая. Сделано. Хватит, чтобы нас убить. Ладно. Умолкаю. Огнежар. Видимо, наверху ёмкость с ним. Если бомба взорвётся, весь огнежар вспыхнет. Сколько тут огнежара? Если та бомба внизу взорвётся, всё будет, как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Если попытаться её разобрать, она взорвётся. Может, получится открыть окно и выбросить горючее для бомбы. Похоже, деревянная скоба. Не очень прочная. Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубая сила – это я могу. И что? Спасём город, надеюсь. Но как упадёт, сразу беги. Потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. Получилось. Мы не дали Дервалу уничтожить Меридиан. Это не всё. Он хотел заставить Аваде смотреть. Ну нет. Дервалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты всё же и иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно. Не бойся. Во дворце его сразу прикончат. Убирая плоту, огонь! Несите песок! Несите... Следы. И на них огнежат. Ну, но как-то связано. Не хотите ли поучаствовать в одном из молодых портных предприятий? Будем передавать по цепочке! Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня освобождения. Давай поговорим. Это будет яркая беседа. Смотрите! Там дым поднимается! На нас напали? След ведёт внутрь. Ещё одно убежище Дервала? Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. Он пробил тоннель в стене. Дервал всё-таки пробрался во дворец. Дервал… Иди Siopi… Иди! Жаль, не увижу короля солнца на коленях. Ну, вот она. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотри на себя. Жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойдусь тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Что-то не так. Что? Я ничего не слышал. Со стороны окраины задымило. Нет! Должна быть буря! Буря! А не какая-то там струйка дыма! Я хочу путешествовать налегке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что это? Та самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. А, вот как. Но это ничего не меняет. Я все равно окроплю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. Время битвы пришло! Ты начинаешь меня бесить? Мне еще надо убить Бога Солнца. Плохо ты стараешься. Я промахнулся! Опять этот пуполь... Это еще не все, Нора. Любой мастер Азерам тебе скажет. Всегда нужен третий план. А, эти кровошатые красавцы Коржи. Зачем возиться самому? Если можно, то он сможет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я надеюсь, ты любишь с такими драться, потому что у меня их еще много. Это поможет. Я надеюсь, ты любишься. Я надеюсь, ты любишься. Я надеюсь, ты любишься. Я надеюсь, ты любишься. Я надеюсь, ты любишься, Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай. Я не боюсь. Хотя ты и тут напортачишь. Как всегда. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучать. Столько будет желающих. Столько будет желающих. Элой. Сказать, что я испытываю благодарность, значит, ничего не сказать. Ты спасла мне жизнь. Ты спасла Меридиан. И благодаря тебе. И благодаря тебе убийца будет наказан. Мы сможем оплакать. Мы сможем оплакать Эрзу, зная всю горькую правду. Что бы с нами было, если бы не ты. Думать не хочу. Надеюсь, ты останешься в Меридиане. А вы с Эрзой, ну... Полагаю, теперь мои чувства к ней и так понятны. Правда? Она была не просто советником. Она была опорой. Мы не могли быть вместе. Отношения между Карха и Озерам в Меридиане и так напряженные. Союз короля солнца и воительницы Озерам неизбежно вызвал бы бунт в городе. И, вероятно, войну с кланами. И кто-нибудь знал? Один человек. Дервал. Он безуспешно добивался ее. Жгучая ревность стала для него еще одним поводом к ненависти. А что теперь будет с Дервалом? Ну, пока пусть посидит в старой камере под кольцом солнца в Меридиане. А что с ним станет, когда его возвратят в Источник, не хочу даже думать. Мой отец был весьма изобретателен по части истязаний. Но изобретения Озерам превосходят даже его задумки. Как жаль. Дервал очень умен. Он мог бы достичь таких высот, если бы не мой отец. Зачем я вам нужна в Меридиане? Мне кажется, это очевидно. Мне нет. Ну, во-первых, благодаря твоим усилиям город не сгинул в пламени. Ты сильная, умная, ты способная. И мне... мне очень нужна такая помощница. Задумайтесь на минутку, что вы только что мне сказали. Вы потеряли Эрзу. Женщину, которая была вашей помощницей. И, несомненно, тоже была сильна, умна и способна. Вы были к ней неравнодушны. И предлагаете мне занять ее место? Это предложение работы или руки и сердца? Ну и ну. У вас с Эрзой впрямь много общего. Она тоже терпеть не могла глупостей. Прошу, прими мои извинения. Я опережаю события. Мне нужно время разобраться в своих чувствах. Я буду вечно тебе признателен. И со временем хотел бы узнать тебя получше. На то мы остановимся. Мне пора идти. Не важно. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. И если надо, я приду к тебе на помощь. Всегда помни об этом. Элой. Я тут думал о Берзе. Она бы убила Дервала на месте. Точно. Потому она и отправилась к нему, чтоб прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает что должно, а не что хочется. Так? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Ну, хватит. А то расплачусь. Так, что теперь ждет Эренда, капитана Авангарда? Отправлюсь ненадолго в жилу. Ну, повидаюсь со своим кланом. Похороним Эрзу, как положено. Как она бы хотела. А это значит, больше браги без трепа. Как думаешь, что Азерам сделают с Дервалом? Сначала будут долго спорить меж собой. Но знаю точно, казнь будет страшной. Меня устраивает. Может быть, даже я загляну к нему и напомню, что его ждет. Что ж... Знаю, тебе пора. Искать убийц, покорять машины – дел не в проворот. Знаешь, когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Только не забывай меня, когда будешь покорять мир. Для тебя всегда есть минутка. Может, даже две. Две? Ха! Я ей нравлюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Одна счастливая семья. Затмение, как он и сказал. Вот так. Все ценности давно растащили, но древние машины остались под землей. Слышь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Масштаб работ впечатляет ДимаTorzok 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 Взрыв ДимаTorzok 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 ДмакТorzok ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что они надеются тут раскопать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сильный снегопад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 предстоит долгий подъем по обледенелому металлу тяжело с вами доктор собак если уж растения нашли за что уцепиться значит и я найду с того что они начали несанкционированные боевые действия против роботов и человеческого персонала на энергокомбинате hard steamer я бы рад был сообщить вам что степень угрозы преувеличена но увы миротворцы не среагировали на коды отключения и по нашим данным они приступили к стремительному воспроизводству я могу заверить вас заверить со всей искренностью что я уже направил все имеющиеся у нас ресурсы на поиски скорейшего решения проблемы так что когда нас станут порицать нашу кампанию в ближайшие дни может недели знаете мы это переживем все это забудется миротворцы так эти машины назывались их удел война а не мир а и и и Холодно, аж мурашки. Ну-ка, двигаемся. Девушки отдыхают. 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 Ты хочешь сказать, от тебя сбежал Рой? Все еще хуже. Показывай данные. Ладно, я пообедаю. Одна. Тед Фара пригласил сюда Элизабет Собак, и они друг друга терпеть не могли. Еще один Фаро восстанавливает. Это не сбой. Это катастрофа. Я в курсе. Все плохо. Плохо? Боже, Лис. Плохо, Тед? Нет. Это апокалипсис. Ты создал роботов-убийц. Миротворцев. Они делают топливо из биомассы. В экстренных случаях. Ты дал им способность к воспроизводству. Да, подконтрольному и ограниченному. Уже нет. Сбой нарушил командную цепь, теперь этот Рой подчиняется лишь самому себе. Ты думаешь, я... Все остальное для них пища. И такими темпами они не оставят на Земле ничего живого за 15 месяцев. Это не закат цивилизации. Это глобальное вымирание. Да понимаю я. Как им помешать, пока все еще под контролем? Не под контролем! Очнись! Ты понимаешь, о чем я? Ну да. Пока все об этом не узнали. Лис, я сделаю все, что ты скажешь. Ну, придумай что-нибудь. Я согласен на все. Запомни свои слова, Тед. Роботы Фара угрожали всему живому. Но она их как-то победила. Мир предтеч пал, но жизнь уцелела. Иначе нас бы здесь не было. Последний файл восстановлен. Новый рассвет. Боже, Лис. Нет другого выхода. Был бы способ поизичнее, я бы тебе сказала. Но это... Это... Я просил тебя найти лекарство. Оно будет гораздо хуже болезни. Нет, Тед. Какое есть, это наш последний шанс. Подписывай документ. Нет, я не могу подписать. Ты можешь. Как? Лис, я не могу подписать подобное. У тебя есть выбор? Знаю. Значит так, я сейчас лечу на базу командования роботами США. Через 15 минут встречу с генералом Хэрресом и командованием. Что? Ты с ума сошла? Так что выбирай, что мне сказать им. Либо, что богатейшая корпорация на планете готова финансировать строительство Нового Рассвета? Согласно моему проекту. Либо и они, и вся планета сейчас узнает, из-за кого на самом деле произошел этот сбой. Господи, Лис. Незачем мне угрожать. Ладно. Не расстраивайся, Тед. Ты ведь теперь будешь заниматься любимым делом. Платить другим, чтобы они вкалывали за тебя. Я не хотел. Что было такого ужасного в ее плане? Как она сумела остановить роботов? Сотисован допуск предуправляющего персонала. Открыть скоростной лифт. Сотисован. Эти будут не сейчас. это ерунда какая-то собак не могла быть моей матерью она жила давным-давно все без толку я ничего не выяснила и это твоя реакция на все что ты узнала хныкать как капризный ребенок а ты попробуй мне тоже самое в лицо сказать ну хорошо неужели ты не осознаешь монументально сделанного тобой открытие я ждал от тебя больше ну лицо у тебя есть а имя прилагается из всех вопросов которые ты могла задать ты выбираешь этот я потратил десятилетия исследуя руины предтечь и пытаясь разгадать тайну и гибели долгие годы я подозревал что их мир уничтожили роботы фаро но не знал наверняка за минуты тебе удалось узнать больше чем мне за всю жизнь и что у тебя на уме твою имя сайленс вот мое имя а теперь попробуй задать мне другой вопрос не такой тривиальный ладно сайленс не придирайся я пришла сюда чтобы узнать побольше об этой элизабет собак и узнала но до сих пор не понимаю что меня с ней связывает и почему меня хотят убить и кто такой аид нет ответа только все новые и новые вопросы вот именно поэтому пришла пора расширить круг поисков только тогда ты осознаешь весь масштаб своих проблем что ты пытаешься мне сказать ты искала правду о себе а нашла целую грозь тайн у них общая нить твоя связь элизабет собак но что это за связь она не могла быть моей матерью раз жила сотни лет назад пока нам это не известно единственный способ узнать идти дальше делать новые открытия благодаря тебе мы узнали что когда-то роботы фара чуть не уничтожили все живое но этого не случилось цивилизация предтеч была уничтожена но жизнь жизнь уцелела очевидно и так что же она сделала как она остановила роботов пока не стало слишком поздно что такое новый рассвет вот это верный вопрос ну скажи ты готова это выяснить конечно тогда чего ты ждешь не так быстро сайленс мы с тобой не договорили я сказал достаточно если еще есть вопросы задавай быстрее не трать мое время ты говоришь ты раньше знал что цивилизацию предтеч уничтожили боевые машины все на это указывала но прежде я не знал что угроза их так велика что они перерабатывали биомассу в топлива или что гор мог производить новых роботов как ходячий котел но те роботы что мы видели захватчики и истребители они такого не умеют пока не умеют не попадалось неповрежденных экземпляров так что кто знает на что они правда способны хватит болтать иди уже но нет я только начала ты здорово устроился на моем горбу сам не рискуешь а я рискую всем вот сниму с себя эту штуку и ты будешь слепой и глухой так что уж будь добр отвечай на вопросы хорошо спрашивай насколько я поняла затмение выполняет приказ убить меня хочет аид кто он не знаю они зовут его погребенный тенью какой-то без то создание что со мной говорила из-за которого взорвался визор это аид это был не человек и не машина скорее призрак с жутким голосом он хочет твоей смерти из-за моей связи с элизабет наверняка руками затмения аид хочет воскресить роботов но раз элизабет нашла способ остановить их может создала оружие аид боится что смогу и я в тех древних данных что я нашел упоминалось о разработке некого супер оружия может чтоб сдержать роботов при те чем пришлось уничтожить свою цивилизацию кто ты такой сайленс и чего добиваешься тебя так волнуют эти подробности я одинокий странник что покинул племя много лет назад исследователь запретных мест искатель знаний все как я и сказал откуда тебе столько известно о затмении мне вообще много о чем известно если ты спрашиваешь не служу ли я им или кому то другому нет я никому не подчиняюсь ты следил за мной через мой визор как это возможно визоры испускают сигнал голос который слышат только другие визоры я знаю как связать эти голоса как сделать чтобы визоры слышали друг друга на больших расстояниях где-то этому научился на это ушли годы экспериментов это похоже на то как ты подчиняешь себе машины я подчиняю визоры и визоры затмения можешь заглянуть как правило только вот вклиниться в их соединение непросто и если хоть какой-то шанс что элизабет собак до сих пор жива маловероятно но возможно в древних архивах упоминались методы продления жизненного цикла фармакологические это слово значит лекарство но также были эксперименты заморозкой и разморозкой людей заморозкой и разморозкой это называлась криогеника у них не получалось учитывая выдающийся интеллект элизабет нельзя исключать возможность что она нашла способ обороть смерть но это лишь домыслы мы тратим время элизабет говорила что направляется на некую базу командования роботами рассказать о новом рассвете есть такое место руины озерам зовут его кладом смерти клад смерти весело ищи его в восточных горах он погребен под туши железного беса или модели rbo 7 гор как мы выяснили я свяжусь с тобой там жду не дождусь надеюсь когда мы встретимся ты будешь вести себя повежливей ну по крайней мере спуск займет куда меньше времени чем подъем теперь мне надо найти базу командования роботами сша и выяснить что такое новый рассвет а а а Как вы об этом не пожалеете? Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok